Северский район, северо-какасский, российский район. 12 мая 1828 года часть задунайских запорожцев под предводительством своего Кашевого Иосифа Гладкого ушла из-под власти турецкого султана и виллась по вину государю императору Николаю I. Более 50 лет прожили буйные запорожцы у турок. Мысль у тех ненавистных басурман долго бродила среди казаков. Нужен был вождь, и им стал Кашевой Гладкий. Николай I простил запорожцев за их измену и на просьбу поселить на Кубани ответил. Хорошо, я поселю вас на Кубани, только не теперь, а после. Если же почему-либо я не сделаю этого, то мой сын, наследник, свято исполнит мое обещание. 28 мая 1828 года эти запорожцы получили наименование Азовского казачьего войска. По окончанию войны с турками их переселили в Екатеринославскую губернию, между городами Берднянском и Мариуполем. Из них образовалось две станицы – Покровская и Никольская. Место своего поселения Азовцы называли временным, жили в полуземлянках, окна которых помещались вровень землей. Зимой, когда станица заносилась снегом, сбившиеся путники въезжали на крыши хат и цепляли за трубы. Земельное довольствие было достаточное. Кто сколько мог обрабатывать, тот столько и имел. Много родилось хлеба, казаки имели много разного скота. С начала 1860 года среди казаков поползли слухи о переселении. Но охотников переселяться было немного. Не хотели казаки бросать плодородные земли, нажитое имущество и идти в незнакомый край, где еще совсем недавно шла война. Но в высочайшем раскрипте 24 июня 1861 года говорится о неслыханной щедрости императора. Наделить в частную собственность вечную потомственную землю в таком размере, в котором окажется по местным возможным. Давал император на постройку дома 107 рублей и 14,5 копеек каждому семейству. От войска Азовского выделялось 25 рублей на дом и 15 рублей на оружие. Тех, кому переезжать, выбирали по жеребию. Им же дополнительно давали по 50 рублей на семью и охотникам по 60. Давались и льготы, трехлетняя отсрочка от службы, выдача провианта на каждого члена семьи в течение трех лет. Каждые четыре месяца каждому казаку, за исключением малых казачат, выделяло жалование по 3 рубля 11 копеек. К тому же обещал император и бесплатное лечение в больницах, а также бесплатные переправы через реки. Единственное требование, выделяемое к переселенцам, это наличие в семье одного казака, годного для несения службы. И некоторые семьи, имеющие несколько служащих казаков, начали делиться, соблазняли их обещанные потомственные земли. Началось переселение в 1862 году, а последняя партия для заселения станицы Северской и станицы Никольской вышла в 1864 году. Отпраздновав Пасху и провода, казаки 29 апреля 1864 года выступили в далекий путь.